Сегодня во время проповеди здесь есть бабушка и здесь есть матушка, которые приходят. Там 84 святых мощи, ковчег. А рядом храма Господней из Израиля, там камень святой, но мощи тоже. Такие мощевики. То есть они что делают? Они приходят, ставят туда скамейки, между ними суют ковчегами пакеты. И у меня вот последние буквально три недели какое-то вот это осквернение идет. То есть сами матушки, вот маленькие детишки приходят, стоят и смотрят. Там пакет лежит, там сумка лежит. Вот приложено, засунуло. Благоговения нет. Да, я и обижать не хочется, потому что ничего лишнего. Но я говорю, вы же понимаете, что это осквернение. Нельзя этого делать. Они рукой машут и, ну, остальные от нас, мы вот столько ходим. Я говорю, нельзя. Я уже батюшек подошел и говорю. И сегодня опять во время проповеди опять то же самое. Я уже не могу, и душа смущается маленько в грубой форме, а другой стороны за нее молюсь. Все делается за нее. И я не знаю, как быть. И у меня вот желание, чтобы вместе мы договорились, что нужно для этого я сделаю, чтобы в Евангелии я встану у входа, ну, там, как бы. И все то, что происходит, делается с братьями, и то же самое будем продолжать. Будем просить Господа, чтобы у нашего народа, у наших братьев, во-первых, нас, чтобы стало все больше, и чтобы спасающих стало больше. Да, чтобы Греб приложил к церкви Господь. Да, да, да. И потому что так получается, я смотрю, как они косы иногда смотрят, я как бы в храме постепенно как превращаюсь в такого типажа нарицательного, потому что, а я по-другому не могу. А когда я Игнатия Тихоновича, то есть я его и не забываю, и, ну, как продолжение, как всего год продолжение. Я также стою и 4.17, и 4, и 4.40, так же все происходит. Я просто не люблю афишировать, как бы выходить. И таким образом Господь услышал мои молитвы и Божьей помощи. Вдруг ты, вот это мысли, вот желание, мечта моя, чтобы раздавать Евангелие, и вот ты стоишь передо мной буквально в сантиметрах, и я считаю, что это Божье чудо. Да, слава Христу. Таким образом. И тем более я все ваши беседы, вот последние вот две беседы, вот из заказов, записи, которые были, я их по два раза слушал, по-моему. Вот последние два раза. Там вопросы, ответы, потому что все то, что ты говоришь, с ним общаешься, он-то по-другому, глыба там, по-другому все это. А у тебя по-другому, а так как с Москвы все идет, как бы, а это мне в курсе, ну, то есть это жизнь наша. Ну да. И, естественно, если не мы, а кто еще более или менее в курсе, что происходит и как. Да. Потому что все-таки разница есть там, там почище, маленько почище, нежели у нас. Вот такие моменты. Так что слава Богу, Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Как вас звать, хоть представьтесь. Георгий, я думаю, где-то три года назад, Игнатий Тихонович имел один разговор, единственный. И мы молились не вместе, там журналист должен был приезжать к нему. И мы... Владыка, благословите. Очень скучаем по беседам паломниками. И таким образом, то, что вот случилось, то, что произошло, я считаю, что это... Ну, это прям ответ на вашу молитву. Я здесь сегодня не должен был быть. Это случайность. Вот. И то, что Игнатий Тихонович, вот Вячеслав иногда рассказывает, говорит, мы с отцом думаем, молимся, и раз, Игнатий Тихонович ответ дает. Так вот, Игнатий Тихонович, все ответы, которые я ежедневно имею, я просто включаю, и он мне говорит, а ты туда иди, этого не делай, и ты вот так уж, а вот так. Я говорю, вот тебе ответ, это жене моей. Я говорю, вот видишь, я ее объясняю, говорю, слушай, я не пойму, в чем дело, вот мне нужно что-то как-то. Откуда он знает, что вот так? Вот откуда? А вот Дух Божий так работает. Да. Я говорю, вот смотри, мы с ней о чем-то говорим, ну, о чем-то, не помню. Я включаю, после этого разговора где-то два дня, два-три дня прошло. Я включаю, и вот эта тема именно, во время завтрака, он говорит, мы едием, слушаем, ну, как в трапезных случаях, случается. И он отвечает на эти вопросы. Я говорю, видишь, видишь, да, я говорю, и вот так всегда. Да, а Вячеслав говорит, говорит, Игнатий Тихонович, так нечестно, я еще не спросил, и уже ответили, так нечестно, вы зачем это делаете? Вот, 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 потому что у нас Игнатий Тихонович, как Игнатий Тихонович, ну, как говорят, не стройте себе кумиров, он брат просто в Христе, который... Я считаю старшим братом, он старший отца моего покойного, и я его уважаю и люблю и ценю, и Господь долгий лета, чтобы Игнатий Тихонович. Да, спасибо Христос, передадим обязательно. А Евангелие я привозил сюда, вот, сейчас было, когда Пасха, я привез, у меня чуть-чуть было с собой, здесь раздали мы, я у Архимандрита Милхиседека тоже благословился, и я забираю, я вам, ну, все пошлю, Сибирская Благозвонница там раздает, я прям по две тысячи заезжаю, забираю сразу, они уже меня знают, и... Обмениваете себе номера? Да, давайте, сейчас запишу ваши.